Духовник Это священник, который принимает исповедь И, соответственно, наставляет в духовной жизни Духовник в узком смысле этого слова Это человек, который руководит духовной жизнью того или иного человека Несет ответственность пред Богом И который требует себе послушания Ведь из этих понятий мы делаем вывод, что не все обязаны иметь духовника Надо учитывать форму жизни мирянина или статус его в церкви Ясно, что для монашествующих наличие духовника обязательно А для мирянина не обязательно Для мирянина, чтобы он жил благочестивой христианской жизнью Достаточно читать Священное Писание Исполнять Слово Божие Слушать проповеди священников во время богослужения Участвовать всем сердцем богослужения Исповедоваться у священника своего прихода Этого будет вполне достаточно Если же мы говорим, что кто-то из мирян Желает вести более интенсивную духовную жизнь Вот тогда духовник нужен Для чего? Для того, чтобы этот человек, желающий посвятить себя Более тесному служению церкви Более тесному единению с Богом Тогда духовник его направляет в нужное русло Чтобы он не уклонился ни направо, ни налево Пример можем привести для иллюстрации Если мирянин читает раз в неделю Отче наш И прикрестится один раз в год То, наверное, ему не требуется духовник Который бы следил за его духовной жизнью Для него достаточно прийти в храм Покаяться от всего сердца И спросить любого священника в храме Что ему делать И его наставят на путь истиной Другой мирянин, который желает Тысячу поклонов делать в день Читать десять акафистов за полчаса То, конечно же, тогда ему срочно надо идти К духовнику Или же к врачу-психиатру Поэтому Надо четко определить С какой целью мы хотим иметь духовника Для каких целей и почему Духовник – это серьезный вопрос И на вопрос этот мы отвечаем Очень легко и в то же время очень сложно Почему? Вот опять же, исходя из того Каков статус этого мирянина Он монашествующий или мирской? Для чего? Каков образ жизни? Поэтому мы должны Миссия духовника является в том Чтобы направлять в духовную жизнь человек Его задача не состоит в том Чтобы он направлял его в мирской жизни Он не должен решать вопросы Жилищно-коммунального хозяйства Что ему купить, а что продать Это будет уже превышение его полномочий Но жить благочестиво Может наставить любой священник В средние века Для того, чтобы мирянин из какого-то Допустим, сельского прихода Поехал в паломничество В дальнюю страну Он должен был брать благословение У своего приходского священника На то, что он будет исповедоваться У другого священника И это правильно Потому что часто бывает Неправильное отношение к духовнику Как раз из-за этого У мирской жизни бывают часто крайности Крайность в этом вопросе Крайность слева, так скажем Это когда считают, что Никакого духовника вообще не надо И спрашивать ничего не надо Советоваться ни о чем не надо У священника Это крайность слева Такие люди живут, собственно Как им захочется Как им вздумается Они трактуют священописание Как им захочется Эта крайность Недопустимая для мирянина Другая крайность справа Когда мирянин Желает знать Все И исполнить все В том числе То, что для него и не написано Каждый шаг свой Сверять Со священником Такой мирянин Забрасывает Свою советскую жизнь Семейную жизнь И переходит В статус Непонятно кого Ни мирянина Ни монашествующего Что-то среднее Вот эта крайность справа Также нетерпима Если Отвечать на вопрос Что духовника Можно найти легко Это просто Прийти К священнику Своего прихода Выбрать любого Священника И у него Исповедоваться И он будет вас знать Лучше Чем Того человека Который Исповедуется у него Редко Или исповедуется У разных священников Все, что служит Для благочестия Все полезно И наличие Духовника Всегда полезно Если Отвечать на вопрос Что это Очень сложно Что его Очень тяжело Найти И не даром По этому вопросу Написано Очень много книг Букв Очень много Написано Это В основном Для монашествующих Которые Живут По совету Духовника По послушанию Духовника А для мирянина Достаточно Жить По совету Своего Духовника Продолжение следует... Продолжение следует...